Парк был очень шикарный до того. Вместо разноцветной поляны в парке Урицкого сейчас скошенная трава. Разнотравья здесь не стало на прошлой неделе. Напоминания о нем только на фотографиях. Вместе с зеленью меньше стало и птиц, говорят посетители. Неправильно. Газон надо все время оставлять. Птичек мало, бабочки не летают, но для детей удобно, чтобы скосили траву. Газонокосилка заехала на разнотравье площадью больше 10 соток. Скосили как со стороны улицы Академика Королева, так и с центрального входа. Траву на этом участке скосили примерно неделю назад. Сейчас она сложена вот в такие вот кучи. Видимо, не успели еще убрать. Поэтому для прохожих, туристов в парке Урицкого есть новое развлечение. Посидеть на сеновале и почувствовать себя деревенским жителем. Что трава-то? Это сено. Скосили, да и все. А вот экологи говорят, не каждая трава прикосновенна в московских парках. Подстригают только газоны. А на разнотравье газонокосилка не заедет. Так сохраняется естественная биологическая среда. Трава является биотопом для многих видов насекомых. Насекомые являются пищей для многих видов гид. Поэтому многие считают, что поселил искусственный газон вроде как красивый. Но может быть кому-то это и кажется красивым. В сравнении с естественной красотой. Но это мертвая красота. Но это не вы косили, я так понимаю. Нет, нет, не мы. А кто? А куда без рамок, радость? Подрядчики? Да. Дирекция парков и сквера в Казани признает разнотравье неприкосновенно. Газонокосилка прошлась над зеленью парка после урагана, как объясняет дирекция по инициативе подрядчиков. Как раз в парке проводились работы, связанные с дендрологией. И как раз в рамках этих работ, так скажем, были проведены работы по покосу травы. С этим связана такая ситуация, но мы надеемся, что такое больше не повторится. По регламенту трава в парках выше 15 сантиметров идет под скос разнотравье исключение. На его восстановление в парке уйдет несколько недель, а вот экосистема будет приходить в себя дольше. Альбина Минибаева, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова